Ну что ж, коллеги, наше время начать. Давайте еще раз проверим звук, как меня слышно. Отлично. Ну что ж, тогда начнем. Давайте построим нашу сегодняшнюю встречу таким образом. Я буду рассказывать. Если у вас появляются какие-то вопросы, вы пишите в чате. Сразу скажу, что сначала я буду рассказывать о теории, о DAO, о IT как о системе, о законе сохранения энергии. А в конце я покажу, как в качестве примера, как мы эти вопросы помогаем решать. Начнем с того, что давайте сядем поудобнее. Тема все-таки располагает. Вот. И начнем. Так, все. Я смотрю, половина хорошо слышит, половина не очень, да? Так, все-таки как меня слышно? Очень тихо и очень хорошо, да? Давайте я немножко еще... Вот так. Лучше стало? Отлично. Ну все, погнали, в общем. Давайте. Садитесь поудобнее. Давайте отвлечемся от техники и посмотрим на мир информационных технологий немножко шире. Я вам сейчас расскажу небольшую аналитическую историю. Что такое DAO? В понятиях классической литературы DAO осмысливается как все пронизывающая сила, как одновременно и средство, и цель существования. Действие DAO как бы незаметно, но оно вездесущее. DAO везде и во всем. Каждому существу в каждой вещи присутствует собственная DAO. То есть у каждой вещи есть собственный путь, собственный путь существования. Не только у вещи, а вообще у всего. То есть мы говорим вещь как одна часть, но много вещей это уже целый процесс и так далее. Но так описывает понятие DAO классическая литература. А давайте посмотрим на историю развития информационных технологий и попробуем увидеть в нем проявление DAO. Вот я предполагаю, что, ну как бы я считаю, что информационные технологии начали свой век 30 лет назад, когда появился первый персональный компьютер. В тот момент мир изменился. Мы поняли, ну мы как люди поняли, что можно использовать компьютеры для того, чтобы обрабатывать еще больше объем информации. И наш мир из материального перешел в информационный. За 30 лет мы пережили две революции и перешли в новую эпоху. Первой революцией было появление и распространение сети интернет. Коммуникации просто выросли взрывными темпами. Второй революцией было появление, даже не появление, а второй революцией стало уменьшение вычислительной мощности, большой вычислительной мощности до размера телефона, планшета. И мы теперь используем их в большей степени вместо компьютеров для получения информации, для обработки информации, для обмена между нами сообщениями и картинками видео, то есть информацией по сути. Но все это развивалось без нашего с вами вмешательства. То есть хотели мы этого или не хотели. А это не зависело от нашего желания или нежелания участвовать в этом процессе. Вот это и есть проявление DAO в информационных технологиях. То есть когда все движется своим чередом. То есть один человек придумал процессор, второй придумал, как увеличить его производительность. Все это вместе породило путь развития информационных технологий. И от каждого индивидуума не зависит, будет этот путь развиваться или нет. Он будет развиваться всегда. Потому что это и есть проявление DAO. DAO сисадмина можно интерпретировать как путь сисадмина. И понимать как принцип организации своей деятельности, то есть нашей деятельности как сисадминов, для того, чтобы плыть по течению. Так как плывущий против течения зря потратит свои силы. Он истощая свои силы приходит к гибели. То есть либо мы уволимся, либо перестанет нам интересовать информационные технологии. То есть путь сисадмина и DAO сисадмина заключается в том, чтобы не грести против технологий, а следовать им. Грести против всегда будет печально. Чтобы понять больше, то есть вот эту мысль, которую я хочу донести, давайте посмотрим, из чего состоит наш мир информационных технологий. То, в чем мы живем. По Бизнес.ФМ есть регулярно такая вставочка. И они говорят, что мода это набор всяких одежды и так далее. И набор технологий это мир, в котором мы живем. Я его представляю себе вот так. То есть с одной стороны наш мир разделен на две части. Мир информационных технологий. С одной стороны это протоколы, методики, топологии, процессы, данные и так далее. А с другой стороны порожденные ими вещи. То есть это оборудование, программное обеспечение, лицензии на информационные активы, то есть на программное обеспечение, какие-то стандарты и так далее. И мы живем в этом мире каждый день. Если опять же вернуться к DAO, то у них есть прекрасное понятие. Инь и янь. То есть DAO рождает сначала... То есть из DAO возникает полярность, инь и янь. Вследствие чего возникает противоположности. То есть технологии и активы, оборудование или программное обеспечение, которые рождаются на их основе. Но из согласованности действий, которых возникает перемена движения и взаимное проникновение. То есть технологии и оборудование, они взаимно перемешаны, они взаимосвязаны. Вследствие этого возникает наш мир информационных технологий. То есть по сути, DAO, который определяет развитие всей информационной, то есть всей отрасли, потому что это течет от начала и так вот как процесс, порождает взаимосвязь между двумя основными сторонами нашего мира. Это технологии и то, что они породили. То есть активы, оборудование, программное обеспечение, лицензии, стандарты. Если DAO это путь, а технологии и активы это и не янь на этом пути, из которых создается наш IT-мир, то можно предположить, что IT-среда наших компаний, то есть уже погружаемся немножко ниже, и представляем нашу компанию как маленький инстанс от всего IT-мира, это уменьшенная копия мира, соответственно, а тем самым это является системой, в которой действуют определенные силы. Для примера и доказательства давайте рассмотрим сначала, какие бывают IT-системы. Я выделил два основных типа. Это IT-система, где в компании основное это оборудование, люди, то есть это какие-нибудь заводы, производство, госкомпании, где IT является сопровождающим. И компании, в основном вся коммерция, торговля, интернет, торговля, логистика и так далее, это то, где IT-технологии являются основой, то есть это платформа, на которой все строится, а потом уже рождается основная прибыль, которую она приносит. Получается, в первом случае, путь сисадмина заключается в изучении технологий, необходимых компаний для обеспечения основного вида деятельности. То есть все очень просто. У компании есть деятельность, она что-то производит, если это завод, или делает законы, если это государство, регулирует. И IT занимается тем, что поддерживает этот процесс. Вот путь сисадмина в этом случае, это изучать те технологии, которые необходимы компании для обеспечения ее бизнеса. Грести дальше влечет к тому, что компания будет не понимать, зачем вы это делаете. Не следовать за тенденциями компании будет означать, что вы идете, опять же, против нее. То есть путь компании один, а у вас уже другой. Соответственно, чтобы жить в гармонии в данной системе, то нужно следовать пути, обеспечивающие основной вид деятельности. Соответственно, здесь действующие силы на систему, то есть в IT, как в системе, уравновешиваются потребностями бизнеса. Во втором случае путь сисадмина – это следить за всеми изменениями в технологиях, чтобы обеспечивать необходимый уровень сервиса, предлагаемый компанией своим клиентам. То есть если мы будем просто следовать требованиям рынка, то, скорее всего, компания не сможет преуспеть. Но если мы заранее, превентивно в таких компаниях тестируем какие-то новые технологии, новые оборудования, новые программные обеспечения, мы тем самым делаем задел для того, чтобы компания могла расти. Потому что это и есть ее основа. Так вот, в данном случае путь сложнее сисадмина. Но он есть и он прослеживается. Это изучать новое, понимать, как этому следовать. Но в обоих случаях мы пойдем по пути достижения максимального результата при минимальных затратах. Это очень важно. Что и в первом случае, и во втором. Мы должны достигнуть результат, но при этом у нас есть лень. И лень – это глобально. Соответственно, мы должны дойти, не потратив основные ресурсы. А так как IT, все маленькое, то есть в нашей компании IT-инфраструктура, это все-таки система, значит, в ней присутствует, можно к ней применить фундаментальный закон сохранения энергии. То есть энергия не возникает из ниоткуда и не уходит в никуда. Она видоизменяется. Соответственно, у нас есть два. То есть здесь надо ввести небольшое определение расходов. То есть что мы расходуем, когда ведем свою деятельность? Я считаю, что основных расходов два. Это время и деньги. Время, естественно, наше. Потому что мы тратим время на то, чтобы изучить новую технологию или внедрить какую-то технологию в компании или сделать задел на будущее. Но наше время оплачивается и нам нужны ресурсы на то, чтобы приобрести программное обеспечение, приобрести оборудование. Это деньги. Соответственно, если деньги можно привлечь где-то извне, то есть компания может инвестировать. Это вот внешнее воздействие на нашу систему, которая может ее вывести из состояния застоя и позволить расти. То время это константа. Его у нас у всех поровну. То есть у тех, кто работает в госах и тех, кто работает в компаниях коммерческих, время одинаково. 8 часов рабочих и еще столько, сколько мы потратим своего личного времени на это все. Соответственно, время это наш с вами стратегический ресурс. Его расход это наши с вами расходы. Деньги компания может внести. А время только наше затрачивается. Соответственно, можно предположить, что формула сохранения энергии в IT вот такая. То есть для того, чтобы изменить IT-инфраструктуру на какую-то определенную величину, нужно потратить в зависимости от того, какой проект вы делаете. То есть это некая функция расхода времени и денег. Это позволит изменить в среде. Если денег всегда постоянно и вы тратите одно и то же времени, то, скорее всего, система у вас находится на одном уровне. Она не меняется. Но, как я уже раньше сказал, что если мы останавливаемся, значит мы начинаем идти против пути развития инфраструктуры IT. Значит, нас с этого пути скинут. Если мы тратим больше денег или времени, тогда система развивается. Но нужно учесть, что надо тратить ровно столько, сколько необходимо. То есть достигать результата с минимальными затратами времени и денег. А отсюда банальный вопрос. Как достичь цель с наименьшим расходом? У меня ответ на это простой. Ведите учет. Просто ведите учет. Это позволит вам экономить время собственное и деньги. А энергия, которая получится в этом случае, вы будете направлять к цели. А вот цели тут могут быть уже разные. У кого-то цель может быть развивать компанию в зависимости от вовлеченности. У кого-то цель развивать себя. Но так или иначе, если вы тратите одинаковое количество времени и вам за это платят или инвестируют одинаковое количество денег, то у вас ничего не меняется. Система застаивается. Дао говорит о том, что если вы не плывете по течению, значит вы либо гребете против него, либо вы вне этой системы. То есть либо вас выкинут, либо вы будете тратить очень много. Вот я вначале спрашивал, кто был на IT-кампусе. На одном из докладов я спросил, ребят, какие страхи есть при внедрении учета. Их оказалось два. Самым основным и неожиданным для меня оказался страх. Это свободного времени. То есть когда вы внедрите учет, у вас появится время свободное, которое вы можете направить куда-то. Можете направить на обучение собственное. У вас высвываются деньги. Вы можете направить тоже их, либо на модернизацию инфраструктуры свою, либо на собственное обучение. Но есть страх. И этот страх как бы обосновывается тем, что если не будет затрат на текущем уровне, то компания может не понять, зачем нужен сотрудник, который занимается IT-инфраструктурой. То есть если компания понимает, что все работает хорошо, это все было сделано их сотрудникам, и он теперь может заняться чем-то, чем ему необходимо, то есть достижением своей цели, потратить освободившееся время и деньги на достижение своей цели, это отлично. И вот из всех ребят, которые присутствовали, наверное, присутствовало человек 50, вот в шатре, только из 50 человек, только двое были те, у кого компания это понимает. То есть 2%, скажем так. Все остальные... Да, не 2%, а 5%. Все остальные сказали, что у них наоборот. С этим страхом бороться очень просто. Надо просто понять, на что вы хотите потратить время и деньги, и объяснить это в компании. То есть вы, допустим, хотите обучиться, вам необходимо время и деньги. Вы говорите, что я внедряю учет, экономлю столько-то времени, столько-то денег, давайте потратим их на мое обучение. Либо вы свой проект запускаете и тратите время, просто уже никому не рассказывая. Но сразу же появляется вопрос со второй страх, что дисциплину никто не любит. То есть, если мы говорим, что для того, чтобы следовать DAO, течению IT, его развитию, чтобы не вылететь с этого пути, надо постоянно экономить время и деньги. Но для этого нужно внедрять учет. И тут начинается второй страх, который подкрепляется тем, что учет никто не любит. Это, во-первых, скучно. Это дисциплина. Это много таких вещей, допустим, как учет денег, личных финансов. Сложно это все. Допустим, сколько из вас используют программу для учета финансов? На телефоне, где-нибудь в Excel-ке. Я, допустим, использую Google Docs. Там Excel-ка, и у меня просто забиты бюджеты. Кто использует программу учета денег? Есть такие среди присутствующих? Есть. Отлично. По своему опыту могу сказать, что вести учет кропотливый, это скучно. Но зато это реально позволяет сэкономить деньги и направить их, допустим, на обучение или на покупку чего-то нового. Допустим, вот я разбил себе экран телефона, и вот никак не могу сэкономить денег, чтобы его поменять или купить себе новый телефон. Но я знаю, что если начать вести учет, четкий учет, внедрить дисциплину, то деньги у меня появятся. Для того, чтобы стало интереснее вести учет как вам, так и сотрудникам компании, тут надо понять, какие есть подходы. Подходов два. Это ручной. Вот его никто не любит. Это реально скучно, это реально неинтересно, как ни вам, так и сотрудникам. Нужно ходить, все это переписывать, ввести огромные затраты времени. То есть цена-качество не соответствует. Но есть второй, механизированный. Когда вы внедряете систему учета и автоматизируете процесс. Вот только в этом случае вы высвобождаете время. А уже от того, какую вы систему внедряете, это, естественно, зависит от уровня развития вашей компании, от того, какие задачи вам ставит руководство, то есть либо это ваша постановка задачи, учет вести, чтобы экономить свое время, либо это все-таки компания считает, что необходимо. Вот от этого будет зависеть стоимость решения. А стоимость решения влияет на то, сколько компания сэкономит в конечном итоге. То есть вы можете внедрить самую простую систему за копейки и сэкономить свое время. А можете внедрить какую-то систему с аналитикой или такую крутую, пафосную, и компания уже будет экономить время, допустим, если она тратит деньги на лицензии. Я создал небольшой график, разделил на периоды, как развивались инструменты. 20 век можно представить как каменный век в IT-индустрии, когда системы только-только начинали развиваться, компьютеры только появлялись, интернет только распространялся. Соответственно, здесь система учета была простая, Excel плюс sysadmin, либо какая-нибудь бумажка. Я даже застал это 3 года назад в нашей компании, когда sysadmin ходили по компьютерам и переписывали софт. Вот было такое. Затем в 2000-х годах рост программных продуктов уже вышли на необходимый уровень, их стало очень много. Из этих программных продуктов можно выделить класс лоукостеров. Это такие как 10Trike, Hardware Inspector, Total Network Inventory, к ним же OCS Inventory отнесем, потому что он бесплатный, ну либо за деньги с техподдержкой. Spiceworks, к примеру, тоже бесплатный, но там есть нюанс с тем, что все данные сливаются производителям. И появились такие продукты, как AuditPro, Flexera. Это было 2000-х. В 21 веке, после того, как стал развиваться интернет шире, то есть появились широкополосные каналы, произошла вторая революция в программном обеспечении. Это появились SaaS. То есть появились клауд-платформы и появились приложения на основе веб-технологии. То есть Microsoft сделал свой Intune, GFI объединила все свои продукты, то есть антивирус, веб-защиту, ассет-трекинг и остальные объединила в GFI Cloud. Мы создали продукт ITMAN24. Для десктопов мы создали продукт ITMAN Inventory. Вот, то есть все зависит от того, какую задачу необходимо решить. Я накидал примерно идеальную схему, как должна выглядеть система. То есть для того, чтобы решать, то есть это уже по опыту, да, опять же, чтобы не выпасть из среды, нам нужно понимать, что используемая система автоматизации, так как ручной труд это фу, это неинтересно, то автоматизация, понятное дело, должна быть на каком-то уровне. И я накидал себе такую вот схему, как должна выглядеть идеальная система. То есть в первую очередь должна быть платформенная часть, что-то типа 1С, у которой должна быть API, которая позволяет интегрироваться с вашими текущими системами, позволяет что-то самостоятельно сделать, может какие-то скрипты применить или еще что-то, которая может выводить данные как на корпоративный портал, так и на консоли, либо куда-то, куда вы хотите, то есть на вашу личную страничку, там еще что-то делать. Она должна иметь возможность собирать данные по программному обеспечению, оборудованию с компьютеров, как без установки агентов, так и с установкой агентов, так и с других источников. То есть она должна уметь, точнее, даже не то, чтобы хотя бы уметь, иметь возможность импортировать данные из корпоративных систем, то есть из бухгалтерской системы, допустим, 1С. К примеру, вам заводят данные бухгалтерия по номенклатуре, то, что вам пришло там компьютеры, лицензии, по сути, к ним же документы приходят. Соответственно, надо выгрузить эти данные, чтобы вы могли уже с ними оперировать и могли представлять бухгалтерии отчет. То есть система работы с заявками, то есть когда у вас налажена система, то есть у них есть некий helpdesk, и там есть даже процессы выделения софта установки. К примеру, пользователь пишет заявку и говорит, хочу какой-то продукт. Вы сразу проверяете, а доступна ли вам лицензия. Опять же, через API в платформенную часть залезли, посмотрели. Виртуальными средами, то есть как-то мониторить это все должно, потому что сейчас все усложняется и идет виртуальность. То есть у нас на одной железке крутится, допустим, если взять Microsoft, может крутиться сервер, который держит еще виртуальные машины с серверами. И вот как эта вся штука должна лицензироваться, как это все отслеживаться, в общем, сложно, заморочно. Это все должно решить наша система учета, потому что нам надо заниматься своим делом. Нам нужно тратить свою энергию только на достижение своей цели какой-то. То есть обучение, уровня, сертификатов и так далее. Из всех вышеописанных систем, наиболее приближенными к данной являются, конечно же, сделаю шаг назад, являются, конечно же, Flexera Audit Pro. Это наиболее производительная система в данном классе, но у них проблема с интеграциями. То есть это все очень тяжело у них происходит. Вот CS Inventory подходит под это понятие. Он даже может интегрироваться с JLPy для учета активов. Продукты типа 10 Strike, Hardware, Inspector, Total Network Inventory. Но это просто каменный век. Это продукт, который есть в коробке и все. Как они сделаны, так они и сделаны. То есть это для выполнения конкретной задачи. Инструмент, скажем так, как молоток. Такие системы, как Flexera Audit Pro, CS Inventory, это некие разводные ключи, которые можно поднастроить. Соответственно, облачные сервисы, это тоже системы, которые, как они и созданы, так они и есть. С ними уже ничего не сделаешь, потому что она одна на всех. Что мы делаем для того, чтобы помочь тем, кто к нам обращается на пути, не сойти с пути, постоянно поддерживать? Мы делаем, соответственно, ITMN24, это онлайн-сервис. То есть для тех, кому не нужно интеграции и все остальное, кому нужно просто проинвентаризировать 50 компьютеров. Получить данные о программном обеспечении, получить о том, какое из них платное программное обеспечение, какое бесплатное, какая категория, игры, не игры, офис, не офис и так далее. Все, получили, данные сохранили. И теперь, допустим, отслеживаем, как пользователи используют свои компьютеры, то есть насколько хорошо. Это как бы коробка облачная для тех, кто не хочет заморачиваться с оборудованием, с техподдержкой и так далее. Но для тех компаний, которые не могут себе позволить использовать облачный сервис, в основном это госкомпания, либо компания с госучастием, мы создаем коробочный продукт. Но не ITMN, сколько называется, а ITMN-инвентарь. Его задача поддерживать тот же самый функционал, что есть в ITMN24, но предоставлять как раз-таки гибкую платформу, которая может интегрироваться, то есть выдавать данные через API вовне и получать данные из внешних систем. Он также позволяет инвентаризировать программу в сообщениях с помощью агента, так и без агента, так и распознавать с помощью библиотеки. И может использоваться как средство для сбора данных перед импортом в ITMN24. То есть в наш сервис можно импортировать данные как установка агента, так и просто запустив ITMN-инвентарь и собрав все данные. Теперь я хотел бы показать продукты. Давайте так. По первой части. Есть ли у вас вопросы? Тут что-то писали. Я сейчас постараюсь прочитать. Так. Теряет деньги, но это было про теорию. Так. Вот что-то деньги. Коллеги, может у вас есть вопросы? Потому что дальше я уже покажу непосредственно наши продукты. Сначала ITMN24, а потом ITMN-инвентарь. И в принципе только покажу потом, кому мы уже помогли и что вы можете сделать дальше. Если возражений нет, давайте тогда я продолжу. Сейчас я отключу презентацию. И включу демонстрацию рабочего стола. Сейчас мы так прекратить совместное использование. Отлично. Сейчас все покажу. Так. Это отключил. Сейчас, секундочку. Так. Демонстрация. 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 А вот совместное использование крана. Так. Совместное использование крана и рабочий стол. Общий доступ. Скажите, к какому рабочему столу вы видите доступ? Скажите, что вы видите? Чат Adobe Connect или ITMN24? Чат видите, да? Угу. Так. Совместное использование крана. Совместное использование крана. Значит, второй монитор. Так. А сейчас поехало, да? Угу. Супер. Значит, я пробегусь очень быстренько. Здесь коротко. Наш сервис, ITMN24 работает по принципу. Устанавливать агента на каждый компьютер. Агенты отмечаются в интернете. Показывают. То есть, чем больше агентов ставите, тем больше они заполняют данный список. Показывают в сети или не в сети. Как видите, у меня сейчас один компьютер мой заведен. После установки происходит инвентаризация. Сразу же программа освещения передается сюда. Вы видите количество ПО. То есть, можно зайти в детальную информацию и посмотреть, какие программы есть. И какое оборудование установлено на моем компьютере. То есть, можно посмотреть, какой там системный блок, какой монитор стоит. Но, естественно, они все стандартные параметры, потому что мы используем данные о том, что знает Windows. Соответственно, чем больше вы компьютеров сюда загружаете, тем больше пополняет список программного обеспечения. Как видите, работает наша библиотека, которая определяет платный продукт, либо бесплатный. То есть, 7-Zip, она говорит, окей, это бесплатный программный продукт. Но, там, Tools for Net, ладно, это могли мы тут настроить. Вот, допустим, Акшура, это продукт платный. Если я, допустим, считаю, что Tools for Net, for .net, это продукт бесплатный, я могу зайти в настройки и это изменить. Продукт станет бесплатным. Дальше. Я на каждый продукт могу завести лицензию. То есть, допустим, на Акшур могу добавить лицензию. Сказать, что лицензия там про, да, там количество ее 10. Да, продолжит. Сразу будет добавлен программное обеспечение, на которое оно распространяется. Нажму продолжить. Прикреплю к компании. Нажму сохранить. Все. То есть, если я зайду в программы, то сразу же увижу, что Акшура Pro, RP Pro у меня стоит лицензированный. Все хорошо. То есть, отсюда я могу данные выгрузить или распечатать. Как бы все понятно. Все очень просто. По программным обеспечениям я могу посмотреть, где она установлена. Ну, естественно, у меня один компьютер, она установлена на одном компьютере. Лицензии. Также вижу список. Вижу действующие, заканчивающиеся, закончившиеся. Либо временную шкалу. То есть, вот моя лицензия началась, она бессрочная. Но могу ее, к примеру, изменить и сказать, что она не бессрочная, а срочная. И заканчивается она, к примеру, в конце месяца. Нажму сохранить. Посмотрим в разделе лицензии на временной шкале. Видите, уже появилась заканчивающаяся, действующая лицензия, но она скоро закончится. Вот нам подсветилась желтеньким и показывает, когда она закончится. Все. Дальше. Это вот учетная часть. То есть, все очень просто. Установили агенты или запустили ITMend в инвентаре. Собрали данные, потом экспортировали сюда. У вас появился список компьютеров. Все ПО распозналось. Вы увидели, сколько у вас платного, сколько бесплатного программного спечения. Идеально для проведения инвентаризации. Просто простой инвентаризации. Берете специальный тариф, проводите инвентаризацию, а дальше решаете, использовать или не использовать сервис. Все. То есть, вы можете решить этим свою основную задачу. Понять, сколько у вас программного спечения, понять, где она установлена, лишнее удалить, тем самым экономите свое время. Дальше вторая задача – это мониторинг использования программного спечения. То есть я могу увидеть, как работал мой компьютер в течение суток. Ну и, соответственно, история за прошлые сутки, позапрошлые сутки. Ну вот понятно, что у меня остался на ночь включенным, висел Outlook, потом, соответственно, я пришел в 8 утра и работал. Простой компьютер был небольшой, и потом, соответственно, я использовал Skype, вот аддон, настраивал и так далее, коммуникатор. Опять же, работает библиотека, мы видим, что я использовал полезного, а что бесполезного. Бесполезного ничего не использовал, но есть полезного, допустим, все было. Вот такое полезное, либо нейтральное. То есть это что-то новое, что я раньше не использовал, сервис не знает, соответственно, тоже я могу это все настроить в разделе настроек мониторинга. Все, то есть идеально для того, чтобы вы, проведя инвентаризацию, сократили количество программного обеспечения и сократили тем самым время свое затрат на обслуживание софта или компьютеров, на которых левый софт мог запускаться, что-то какие-то вносить, изменения, тем самым вам приходилось бы там идти переустанавливать драйвера или еще что-то. А потом я отслеживаю, как это все работает. Вот, Степан, классное замечание. Почему она реально далека от реальной жизни? Михаил, да, вы пропустили, я показывал, инвентаризация железа есть. А, Илья, инвентаризация, время работы программы определяется по тому, сколько было активно окно. То есть вот я сейчас нахожусь в браузере, я открыл вот этот сайт, соответственно, оно сейчас активно, это окно. Если я переключусь сейчас на Adobe Connect, то будет оно активно, и как раз наш агент, он постоянно мониторит, какое окно сейчас активно, соответственно, с ним и работает. А, то, что система похожа на Audit Pro, ну, это Алькласс-систем учета, поэтому есть такая за... Есть такая, но я бы сказал, скорее всего, не на Audit Pro, потому что это коробочное решение. У нас, скорее, похоже на GFI Cloud. Это аналогичная система, но у нас круче учет в разы практически. Потому что у нас есть библиотека софта, мы знаем, какое ПО платное, какое бесплатное. Это то, что нужно для того, чтобы понять, сколько у нас ПО, которое потенциально может быть опасным для нас. Юрий, ну, можно смотреть фильм не окнимом на окне, а тут поставить какой-нибудь сайт, да. Но потом, соответственно, уже можете посмотреть, что пользователь полтора часа просидел на каком-то сайте. Вот. И вопрос, вопрос, что он делал на сайте полтора часа, не отрываясь причем, да. Представляете, вот я вот так раз, что я тут делал, не отрываясь. Сейчас посмотрим, чем я мог заниматься. Вот, Outlook, да, у меня запущен был. Странно очень. Ночью был запущен Outlook. Очень странно, да. Как бы можно определить. Соответственно, можно понять, если есть софт, который не попадает в инвентаризацию, но им пользуется. Ну, игрушки какие-нибудь в обед. Вы можете просто, покликав по истории, посмотреть, а что же было вчера за весь день, да. И увидеть, что вчера в обед пользователь-то у нас игрался. Вот такой вот, да, вчерашний у меня день был. Вот что я тут делал? Простой компьютер. Outlook у меня там три часа был. Наверное, я фильм посмотрел. Да, либо какие-то игрушки. Вот так вот это все показывает. То есть, или вот Skype, да. Интересно, Skype. Может, я там играюсь? Но, тем не менее. Даже если пользователь играется, вот реально, можно только что-то смотреть, либо читать в неактивном окне. Но играться или с чем-то работать не получится. Окно всегда будет активно, если туда кликать мышкой. Так что, мониторинг это рабочая тема. Также есть справочки, но это стандартные юридические лица, помещения, сотрудники. Сотрудники заполняются автоматически. Мы можем просто отредактировать его и сказать, что это не моя учетная запись, а это я. Фамилия Гурев Василий. Гурев имя Василия. Все. Моя компания такая. Соответственно, он говорит, какая учетная запись, какой мой компьютер. У компьютера, соответственно, он тоже подставляет пользователей. Что у нас в настройках? В настройках есть мониторинг. То есть мы можем сами проставлять, какие полезные и бесполезные. Мы можем настраивать инвентаризацию. Если считаем, что тут на Pulseflow.net это тип лицензированный, пускай будет бесплатным. Вот и все. И с этого момента он станет бесплатным. 7-zip у нас, а нет, будет платным. Все. Значит, это будет платным. И больше сервис не будет вам перечить, будет использовать то, как вы указали. Вот сервис весь в этом. Он очень прост. Все элементарно. Теперь показываю второй продукт. Это ITMAN Inventory. В редакции стандарт. Сейчас я его открою. Тоже перетащу на это окно. Так. Так. Перетащу на это окно. А вот такой ITMAN Inventory. Открою на весь экран. Видите? Отлично. Это наш ответ тем, кто не может использовать сервис. Кто хочет интеграцию, кто хочет, кто собственник данной только у себя, только в своей базе данных, по десятью ключами, в серверах, самурованных в стенку и так далее. Есть такая особенность. Здесь тоже все очень просто. Основная задача продукта из коробки, когда вы его достаете, сразу же просканировать вашу сеть. Допустим, я просканирую свою сеть. Сейчас у нас семь. Допустим, всю сетку просканируем. Один. Семь. Нет, семь. Чтобы немного было. Допустим. А, нет. Двести пятьдесят. Так. Старт. Он очень быстро сканирует сеть. Буквально за несколько секунд. Можно включить вообще нетворкплейс, то есть окружение сетевое, и вы просто получите список того, что у вас там в домене, в рабочей группе. Моментально. То есть сейчас он все это просканирует, выделит из этого. То есть он сначала сканирует диапазон, получает из них компьютеры. Все эти компьютеры получают имена. И переводит сюда. Так, все. А, он еще на английском у меня отлично. Ну ладно, неважно. Два языка. Английский и русский. Я говорю, да, сохранить. Да, естественно, у меня стоит демка, поэтому всего 10 компьютеров. Он говорит проинвентаризировать, но так как я не знаю пользователей пароля админов, я, конечно, ничего не смогу сделать. Я заранее проинвентаризировал свой комп. То есть есть мой компьютер, проинвентаризированный инвентарем. Без установки агентов. Просто он просканировал его и определил. То есть что это за компьютер, какое программное обеспечение стоит. Здесь он умеет показывать программу обеспечения, которая новая или удаленная. То есть тем самым позволяет вам контролировать еще и затем, что пользователи нового поставили за время инвентаризации. Также показывает оборудование, то есть какое у меня оборудование стоит. Он уже, видите, там две клавиатуры, потому что у меня подключена вторая, да. Там какие у меня диски, какие у меня разделы дисков, сколько у меня там свободно занято пространство на них. Вот системные блоки. Ну что у меня за материнка? У меня вот Asus Tech компьютер какой-то. Вот такую информацию показывает инвентарь. По разделу программы, соответственно, производится точно такая же сводная информация. Количество установленных программ, количество лицензий на эти программы также определяется по библиотеке. Показывает новое программное обеспечение, либо удаленное программное обеспечение. Если вы, допустим, удалили или сотрудник что-то удалил, то у вас сразу же покажет. Ну то есть между инвентаризацией он покажет, что у вас было нового, а что удалено. Но все очень просто. По программному обеспечению мы можем тоже посмотреть детальную информацию. На каких компьютерах она установлена. Аналогично простой способ добавления лицензии. То есть вы добавляете лицензию, простой мастер. Говорим, что это Windows License. Говорим, что у нас их там 100. Говорим, что такая. Да, какой-нибудь ключик, какой-нибудь комментарий. Сказали, сказали, он подскажет нам, какая у нас там Windows 8, допустим. Есть корпоративная, хоп. Все, сохранили, можно добавить несколько софтов. Все, подтвердили, все, лицензия добавлена. Соответственно, также покажут активные, неактивные. ПО дает список обновлений. Да, то есть если мы поищем, мы сможем найти КБшки. Вот, пожалуйста. То есть все КБшки, которые есть. Все обновления, которые есть. Да, есть, Илья, возможность распространения агента через групповые политики. То есть вы можете поставить агента и все это дело распространить. Все. Продукт простой. Сложного в нем это то, что внутри у него. А внутри у него платформенная часть API-функции. То есть можно взять и попросить его выдать данные вовне. То есть у него есть серверная часть еще. Но в стандарте, в коробке, он вот такой простой. Но когда требуется уже более сложное решение, когда необходима интеграция, внедрение в инфраструктуру для того, чтобы решать уже задачи более сложнее. То есть это в компаниях, которые заботятся на шаг вперед, то там наш продукт как раз таки интересен не тем, что в коробке, а тем, что он может. А из тех компаний, гос и заводов, где нужно просто всего лишь поддерживать, отвечать на потребности бизнеса. То есть удалять лишний софт, экономить свое время, деньги компании для того, чтобы знать, где какие лицензии. Ну, к примеру, кейс, у вас руководитель покупал, покупал лицензию, но вы просили, бюджет выделяли, потом в какой-то прекрасный день он говорит, а скажите, где это все установлено. И вам нужно за 5 минут, за 10 минут взять и ответить. Пожалуйста, идеальное решение для того, чтобы это сделать. Проинвентаризировали. Степан. Я, конечно, соглашусь с вами, что это так, но с другой стороны, сам я работал на трех заводах, пока не занялся разработкой программного спечения по учету. И могу сказать, что в каждом условии есть исключения. И в том числе в моей практике были точно такие исключения. Были VIP, были приближенные, были еще какие-то люди, которым было можно. Этих людей было достаточное количество, чтобы они доставляли 20% проблем. И всех тех, кто делает. Поэтому сказать, что у нас все закрыто, все зашито, ну это круто. Даже в армии, когда я служил, у нас были секретные комнаты, что там только не стояло на этих компах. При этом комп был описан, на стенке висело, что на нем должно стоять, но фактически что стояло, не знал даже начальник части. То есть командир части. А еще были компьютеры, которые не были секретными, но на них подготавливались документы и многое другое. То есть это в каждом случае есть исключение. И без учета это только спотыкаться каждый раз в одни и те же грабли. Ну это как бы практика. Это жизнь. Так, какие еще вопросы? На отчеты, например, распечатать паспорт сервера. То есть что нужно сделать? Кейс, нужно зайти и распечатать паспорт сервера. Но мы можем выгрузить. Мы можем только выгрузить информацию в csv. Пока у нас форум, ну если мы говорим про данный продукт, форум отчетности нет. Мы их, конечно же, сделаем со временем, но это будет со временем. Ну что ж, коллеги, надеюсь, я показал вам в полной красе наши продукты. Теперь я переключусь назад на презентацию. Прекращу совместное использование. И покажу, кому мы уже помогли. И что вы можете сделать. Так. Перейдем. Так, еще Степан. Получается, у вас программа перекрывает только 20 и менее процентов, которые не перекрываются другими продуктами, заточенными на учет железа. Не совсем я понял, почему 20. Я про 20 сказал тех, кто все-таки имеет возможность у вас удалить или поставить софт самостоятельно. Это про них 20 процентов. А учет железа мы ведем точно так же, как все остальные. То есть мы его сейчас инвентаризируем. И вы можете посмотреть, какое оборудование у вас установлено на каждом компьютере. Ну что ж, Степан, я же рад за вас. Это на самом деле очень хорошо. Но это так же, как вот на IT-кампусе я задавал вопрос. То есть сколько людей не боятся того, что если они внедрят учет, у них останется свободное время. Там было два человека. Все остальные – это, в принципе, общие условия. Степан, я с вами абсолютно согласен. Но не всегда это возможно. И есть исключения. Если вы у себя настроили, это вообще классически и круто. Но тем, кто этого не сделал, еще не сделал, учет – это единственный способ этого добиться. То есть можно показать, что вот у нас есть такая проблема, ее обосновать и бороться потихонечку. Не так, как раз, все, и поменяли, кардинально сломали. Нет. Постепенно, шаг за шагом, следуем пути развития. Компания тоже же, как ребенок, она взрослеет. Взрослеет ее IT, взрослеют подходы, взгляды на то, как должно все работать. Михаил, по поводу преимущества System Center. Во-первых, надо понимать, что System Center – это целый класс продуктов. Если мы говорим про Configuration Manager в System Center, то основная задача Configuration Manager в том, чтобы управлять конфигурацией на ПК. То есть устанавливать, удалять продукты, производить обновления. Плюс к этому он производит инвентаризацию. Он ее производит простым способом, так же, как продукты типа 10 Strike, Hardware Inspector, Total Network Inventory. То есть просто собирает данные и как-то их классифицирует, группирует и так далее. Мы же используем библиотеку аналитики. Мы же используем сравнение с программным освещением в лицензиях. Потому что лицензии в Configuration Manager заносятся на конкретный продукт. То есть вот у меня есть кто-то продукт, сколько у меня лицензий 5. Все. То есть больше ничего сделать нельзя. Не говоря уже там прикрепить документы, а потом еще и управлять лицензией. А не говоря уже о расчете. То есть если сейчас взглянуть на наш продукт, то расчет там похож на то, что производится в System Center. То есть сколько у меня продуктов в лицензии, столько у меня показывают в лицензии. Но это только первый шаг. То, что мы сейчас изменяем, позволит увидеть, сколько фактически программных продуктов у вас закрыто лицензиями. И вот в этом смысл пути развития учета у себя в компании. Так, давайте я вернусь и расскажу немножко, кому мы помогли. То есть основной вот наш Ростелеком, это мы недавно закончили проект, мы внедрили систему. Как раз таки с обратной связью с Configuration Manager. То есть в чем была фишка? В Ростелекоме есть Configuration Manager. Они знают, сколько программных печений. Но сказать лицензионное оно или нет, и получить список компов, да еще и выгрузить это все в коллекцию SCM. Они решили не делать это средствами SCM. Они использовали наш продукт. У него есть подключение к SCM, он оттуда забирает данные, знает какой софт, знает какие лицензии есть у этой компании. Он их обрабатывает и создает коннектор, который выгружает данные в Configuration Manager, в соответствующую коллекцию. А там уже пакет проходит и сносит. То есть автоматизация процесса. На приход понимаем, что есть, какие лицензии есть, сколько есть, сколько лишнего. И обратно в SCM. Такой круг идет. И автоматически проходит коннектор, получил данные, отработал коннектор на экспорт в SCM. Все, SCM удалил. Но остальные клиенты, они используют наш облачный сервис. То есть в распределении Барнаул, Инлайн и еще много других компаний. Антивирус к агенту относится с подозрением, но только при установке. То есть как только он его проверяет, все хорошо. И дальше он его не блокирует, не ограничивает его работу никак. То есть можно сказать, что они живут мирно. И в заключение, что вы можете сделать? Ну, во-первых, естественно, попробуйте сами. На сервис, сервис ITMN24 попробовать очень легко. Можете зарегистрироваться, там подписка на три компьютера вам выделяется. Вы можете все это дело проинвентаризировать, посмотреть, как это работает. Понравится, welcome. Мы вам поможем дальше. Можете попросить индивидуальную демонстрацию. Я вам ее проведу, покажу, как продукт работает. Рассмотрим ваши кейсы персональные в вашей компании, как мы можем решить ваши задачи. То есть как вам следовать по пути развития информационной технологии, с него не сворачивать и экономить свое время и деньги компании. Либо можете предложить нам вместе сделать пилотный проект. То есть мы можем взять наш продукт, внедрить на 100-200 компьютеров, поставить какие-то задачи и посмотреть, что из этого получится. Насколько ваша задача снизится, время затрат, насколько ваша компания сэкономит. То есть это все очень просто. Чтобы связаться с нами, достаточно зайти на сайт ITMAN24.ru. Там есть описание наших продуктов, есть форум обратной связи. Можно просто написать мне Василий Гуриев, собака ITMAN24.ru или позвонить по телефону. Сергей, по поводу бюджетных организаций, конечно же есть у нас скидки. Ценовой вопрос очень гибкий. Есть цены базовые, а есть индивидуальные. То есть мы все можем решить. Приходите, пишите, звоните, обсудим, попробуйте продукты. Если понравится, вопрос цены мы решим. Ну что ж, коллеги, у нас еще 5 минут. Давайте, если есть вопросы. Сергей, по поводу минобразования. Мы тут со своей стороны, конечно же, не сидим сложа руки. Пробуем пройти через школы, институты. И у нас, если взять основных клиентов, то в сервисе основные клиенты – это как раз образовательные учреждения. В основном, конечно, это вузы. Они используют наш сервис, потому что, во-первых, это очень просто. Поставил агента и все. Не надо переживать и бояться, что данные куда-то уйдут вендору, пропадут или еще что-то с ними произойдет. Но это бред. Это миф. Вот это все не так. Соответственно, все очень просто. Давайте я вам сейчас скину еще пару ссылочек. Вот ссылочка номер один. Это видеоролик, который демонстрирует работу нашей коробки. А вот это демонстрация работы нашего сервиса. Можете зайти и посмотреть. Александр. По поводу сертификата работы в сети 1G. Ну, такого сертификата нет, потому что я не знаю, что такое 1G. Ну что ж, коллеги. Спасибо за то, что вы выслушали, за то, что вы участвовали в вебинаре. Спасибо за то, что посмотрели демонстрацию, задавали вопросы. Надеюсь, вам первая часть понравилась, а вторая была не скучной. Надеюсь, что вы зарегистрируетесь в нашем сервисе, оставите ваш номер телефона, и мы со всеми с вами можем поговорить, обсудить, как наши продукты могут вам помочь. Еще раз спасибо, что пришли сегодня. К сожалению, время наше истекло. Надо завершать уже вебинар. По окончании вебинара вы можете получить ссылочку, она будет автоматически, то есть на записи вебинара. А также мы еще разошлем информацию всем, кто был зарегистрирован на вебинаре, с презентацией, демонстрацией, материалами и спецпредложением. У нас есть подарок для тех, кто пришел на вебинар и выслужил нас. У нас есть спецпредложение, так что ждите от нас письмо. Все, коллеги, спасибо. Все, да. До свидания.